робот-пылесос который имеет док станцию с функцией самоочистки и мощность всасывания по заявлению производителя 20000 паскалей опять же это у док станции такая мощность всасывания также данная модель может похвастаться усовершенствованной навигации lds мощностью всасывания 3000 паскалей у самого пылесоса тремя режимами всасывания регулировкой подачи воды поддержкой приложения возможностью сохранять до 5 карт многоэтажного дома временем автономной работы до 150 минут голосовым управлением и обо всем этом можно прочесть как всегда в рекламе к роботу-пылесосу под названием айлайф т10 с но как же на самом деле дела обстоят у данной модели я сейчас вам расскажу полетели распаковка данная модель поставляется в достаточно габаритной упаковке но не такой как xiaomi лица w2 обзор на который уже был на канале основная упаковка выглядит довольно красочно на ней есть название изображение краткие характеристики модели пакинг отличный все упаковано надежно комплекте мы имеем робот-пылесос пылесборник плюс резервуар для воды два в одном с установленным хепа фильтром насадка для протирки полов салфеткой из микрофибры запасная салфетка для протирки полов запасной хепа фильтр инструмент для очистки четыре боковые щетки док-станция с установленным мешком для пыли запасной мешок для пыли руководство пользователя и стяжка на липучке в целом комплект поставки хорошие все необходимое есть даже с запасом 7 обзоров неделю выгружая ежемесячно разыгрываю 5 ми бэндов 7 серии за лайк подписку и комментарии к любому видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок там много всего полезного тем более сейчас идет распродажа мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме перейдем же к роботу-пылесосу полетели габариты айлайф т10 с 320 на 92,5 миллиметра а вес 3 килограмма дизайн устройства неплохой форма робота-пылесоса стандартная выполнен он из пластика корпус черного цвета а верхней части имеется градиент от черного к темно-синему материалы хорошие как и сборка самого устройства но корпус очень марки а из-за черного цвета на нем отчетливо видна пыль на корпусе расположились верхней части название производителя две стандартные механические кнопки такие как кнопка включения кнопка домой кнопки прорезиненные и имеют подсветку с помощью кнопки включения выключения можно начать уборку отмечу что с первого раза не всегда робот-пылесос откликается на нажатие за что минус лидар находится не по центру а слегка смещен фронту робота-пылесосов далее есть бампер с прорезиненной вставкой для безопасного соприкосновения с мебелью также есть два контакта для зарядки два основных колеса и одно поворотное две боковые щетки датчики падения краткая информация и неподвижный подвес напоминаю что подвижный подвес по моему опыту справляется с уборкой лучше чем обыкновенный turbo щетка стандартная но плюс за то что она разборная так как чистить шерсть или волосы с разборной щетки куда легче чем с неразборной пылесборник совмещенный с резервуаром для воды вынимается он как и устанавливается легко емкость пылесборника 250 миллилитров мусора из контейнера при изъятии у меня не высыпался так как есть пластиковая защита емкость резервуара для воды 240 миллилитров он имеет насос для электронной регулировки подачи воды на площадку с салфеткой площадка к слову без дополнительного давления к полу и она крепится отдельно док-станция выглядит аккуратно ее размеры 320 на 240 на 165 миллиметров плюс за то что она небольшая и легкая место много не занимает но минус том что нету отсека куда можно было бы спрятать ненужную часть кабеля к слову кабель несъемный в отличие от других док-станции у этой также нет основания на которое должен заезжать робот-пылесос мощность всасывание 20000 паскалей на ней расположили контакты для зарядки отверстие для забора пыли крышку под которой находится область с мешком емкостью 5 литров для мусора которого хватает на полтора месяца все конечно же зависит от сценария использования и от того насколько грязно в вашем помещении летим дальше айлай в 10 с оснащен навигации слэм и lds лазерным датчиком что способствует одновременной локализации и картографированию со скоростью 4000 оборотов в секунду 3000 паскалей робот-пылесос может одновременно протирать и пылесосить полы а также либо пылесосить либо протирать полы сила всасывание регулируется четырьмя режимами а подача воды тремя режимов уборки на борту три вида это быстрая уборка y-образная очистка для протирки полов и уборка по краям для ковров предусмотрена функция автоматического повышения мощности к слову максимальная высота порогов 18 миллиметров вайфа используется на 2,4 гигагерца есть поддержка голосового управления через google assistant и amazon алексу емкость аккумулятора 3200 миллиампер часов полный цикл зарядки занимает до 6 часов помещение в 36 квадратных метров он убирает за 44 минуты так как часто он может зависать в одной области что говорит о пока плохой навигации или некорректной работе самой системы робота-пылесоса при первой уборке он отправлялся заряжаться как только его заряд аккумулятора упал до 40 процентов что очень странно в последующие разы время его автономной работы составляла 70 80 минут в умном режиме со средней силой всасывания заявленных 150 минут нет в итоге его хватает на две уборки такого помещения не больше если не сказать что меньше далее айлайф т10s подключается не к фирменному приложению айлайф а к приложению под названием туя smart app чтобы подключить робот-пылесос к приложению необходимо зарегистрироваться далее зайти во вкладку добавить устройство перейти к разделу мелкая бытовая техника и там найти иконку робота-пылесоса с текстом робот-пылесос вайфай после чего подключаем его в обычном порядке на этом моменте вся прелесть заканчивается далее расскажу почему приложение на русском языке но с очень плохим переводом на сегодняшний момент приложение на стартовой странице мы имеем построенную карту после уборки время и зона уборки заряд аккумулятора в процентах режим работы точечная уборка уборка выбранной комнаты выделение зоны и возврат на док-станцию после построения карты также можно объединить или разделить на зоны устанавливать запретные зоны и выбрать количество проходов разделение зон не работает настройках можно воспользоваться ручным управлением которое также бесполезно сохранять карты к слову можно до 6 карт сохраняется поиск робота-пылесоса настроить уборку по расписанию настройка голосовых подсказок русский язык на борту что хорошо и озвучка неплохая далее есть анализ расходного материала настройка режима не беспокоить настройка сбора пыли в пылесборник который находится в док-станции к примеру после одного прохода или после двух но радоваться рано на деле не все так хорошо перейдем же к тестам уровень шума робота-пылесоса с максимальной силой всасывания составляет среднем 70 децибел док-станция разумеется шумит значительно громче как и многие док-станции препятствия 18 миллиметров даются с трудом прикроватная область из-за высоты устройства он убирается хорошо стулья не двигает но врезается знатно ко всему вокруг подобные мебели он убирает плохо ему сложно ориентироваться находясь под стулом навигация работает странно робот-пылесос может хаотично передвигаться по карте расходу и заряд на док-станцию возвращается прижимаясь к стенкам по правой стороне срезать маршрут он пока не умеет первая уборка прошла в целом успешно он убрался в квартире в один проход после чего разделил зоны я попытался редактировать карту и карта слетала после чего я еще раз запустил для уборки его и построение карты в этот раз я попытался сразу сохранить карту но она снова пропала так продолжалось несколько раз в итоге мне удалось сохранить карту чтобы протестировать его различные функции но что же мы имеем на выходе то что приложение работает некорректно да и сам робот-пылесос часто проводит уборку в непонятном порядке к слову если он не закончил уборку он отправляется на док-станцию логично после зарядки по идее он должен вернуться на место где закончил уборку и продолжит но нет он не в состоянии продолжить уборку нужно вручную через приложение заново его запускать с коврами у которых короткий вор справляется он хорошо так как мощности достаточно t10s при влажной уборке лично у меня не избегал ковры что тоже минус далее убрать крупу робот-пылесос может только в три прохода так как очень много крупы разбрасывается по углам и сторонам шерсть или волосы ему не помеха полы не моет а протирает да есть уже те которые моют ждать что робот-пылесос что-то вымоет и уберет грязь пола не стоит он просто ее растаскивает по всей квартире к слову это относится не только к этому роботу-пылесоса но и к моим другим которые были на обзоре которые используют технологию протирки полу восторга от работы данной модели у меня нет сказать что с обновлениями все изменится я не могу потому что мне обнова прилетала изменений в лучшую сторону я пока не обнаружил но как говорится будем надеяться минусы некорректная работа самого робота-пылесоса в приложении в док станции не предусмотрено место под кабель марки корпус нет автоматического определения ковров при влажной уборке или она не работает плохое время автономной работы цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал поставить лайк этому ролику и написать в комментах полезно ли вам это дело было всем кто оставит любой комментарий больше пяти слов огромное спасибо знайте вы помогаете проекту всем кто посмотрел двойное спасибо резюмирую а и life t10s как по мне не совсем удачная модель на данный момент данный пылесос имеет хорошие характеристики дизайн и док станцию с функцией самоочистки но необходимо что все это заработало корректно с этими мозгами и прошивкой от меня девайсу однозначные нет добра и удачи вам дорогие друзья